МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа-регион. С вами Ирина Меркурьева. Здравствуйте. И начнем с главного. Безопасность жителей края во время новогодних праздников обеспечит порядка 19 тысяч человек. Такие цифры назвали сегодня на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Прошло оно в Краснодаре под руководством губернатора Кубани. Участие в совещании принял глава НАП Юрий Поляков. Как подчеркнул глава региона, самое главное – обеспечить противопожарную и антитеррористическую безопасность в социальных учреждениях, торгово-развлекательных центрах и на рынках, а также на вокзалах и в аэропортах. Как сообщил исполняющий обязанности начальника главного управления МВД России по Краснодарскому краю, личный состав органов внутренних дел региона с конца декабря переводится на усиленный вариант несения службы. По его словам, для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период новогодних и рождественских праздников планируется задействовать 11 тысяч сотрудников полиции, 8 тысяч представителей общественных формирований и правоохранительной направленности. В числе тех, кто будет обеспечивать порядок в крае – 5 тысяч казаков. По требованию главы региона должно быть проверено на предмет соблюдения правил хранения и торговли магазины по реализации пиротехники. Особое внимание к местам проведения новогодних мероприятий с участием детей. Для этого сотрудники МЧС проведут не только проверки, но и инструктажи тех, кто будет заниматься организацией праздников. Во всех непосредственно школах еще раз инструктажи и рассказали и непосредственно организаторам, что в целом на них, на руководителей организации перед проведением праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей есть обязанность по обеспечению осмотра помещений перед всеми мероприятиями в целях определения готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности. По словам первого заместителя главы Анапы Сергея Петрова, перед новогодними праздниками все эти вопросы еще раз будут рассмотрены на заседании антитеррористической комиссии. Будут намечены первоочередные задачи для всех городских служб на период долгих январских выходных. В конце прошлой недели Юрий Поляков с рабочей поездкой побывал в селе Джигинка. В числе прочего он осмотрел филиал спортшколы Олимп и сделал ряд замечаний. Наша съемочная группа проверила, как быстро реагирует на местах на поручения главы. Сегодня в филиале спортшколы Олимп полным ходом идет ремонт. Руководит им лично глава Джигинки. По поручению Юрия Полякова сельскому округу выделили краску и стройматериалы. Вопрос курировал лично первый заместитель главы Сергей Петров. Не так давно в филиале уже поменяли полы, установили пластиковые окна, привели в порядок электропроводку. В конце прошлой недели во время рабочей поездки глава Анапы побывал в спортшколе и сделал ряд замечаний. А еще были замечания по освещению и вентиляции. Тренировки здесь проходят ежедневно. В 10 группах занимаются 250 детей. Работают 4 тренера. Условия для воспитанников спортшколы, по мнению Юрия Полякова, должны быть максимально комфортными. На исправление ситуации дал 2 недели. В зале будут перекрашены панели, обновлены стены зала, будут также различные нарисованные картины, улучшена система вентиляции, будет освещение и безопасность. К новогодним каникулам ребята получат более обновленный зал с лучшими характеристиками. Юрий Поляков к этому вопросу вернулся в начале недели. Вчера на планерном совещании он дал поручение более активно взаимодействовать с главам сельских округов и заместителям главы. Каждый из них курирует свою территорию. Я хотел бы, чтобы работа была усилена, чтобы главам замы помогали тоже. И вы главы, обращайтесь к ним. Ну, естественно, адекватно, там, где вы не можете. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Безопасность детей в наших руках. Под таким девизом прошло Общегородское родительское собрание. Традиционно родительские комитеты, руководители школ, детских садов, а также учреждения дополнительного образования делятся советами. В этом году в собрании приняли участие надзорные ведомства и силовые структуры города. Как обеспечить безопасность детей в период новогодних каникул? Один из главных атрибутов праздника – петарды и бенгальские огни – могут стать причиной трагедии. Специалисты советуют – покупать фейерверки нужно только в специализированных магазинах. Упаковка должна быть целой и сухой. Эти и другие несложные правила родителям напомнили на общегородском собрании. Родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Их пример является одним из основных факторов успешного воспитания навыков безопасного поведения. Поэтому именно сегодня мы призываем родительскую общественность города, представители которых находятся в этом зале, формировать у детей навыки обеспечения личной безопасности, проводить с ними беседы, объясняя важные правила соблюдения, которые поможет сохранить жизнь. На собрании присутствовали руководители почти сотни школ, спортивных и художественных секций. В этом году в Анапе увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних. Чтобы обезопасить детей, им раздали специальные светоотражающие наклейки. В общеобразовательных учреждениях было проведено более 40 мероприятий с участием сотрудников ГИБДД и других структур. Не стоит забывать и о безопасности в интернете. Регулярно проводится мониторинг социальных сетей, блокируются запрещенные сайты. За год в Анапе было выявлено более 200 ссылок на источники, способные навредить детской психике. Как считают в управлении образования, в новогодние каникулы нужно обеспечить занятость школьников, записать их в спортивные секции или творческие кружки. Всегда, в преддверии любых каникул, образовательные учреждения активно работают над формами занятости, которые мы предлагаем, в которых предлагаем принять участие детям. И ситуация следующая, если это учреждение организует на базе своей, то там предпринимаются такие очень серьезные меры безопасности, то есть это как при образовательном учреждении, и что если ребенок посещает образовательное учреждение в каникулярное время, здесь мы спокойны. В новогодние праздники в Анапе запланировано более полутысячи мероприятий. В общественных местах будут дежурить сотрудники полиции и казаки. Перед началом каникул рейдовая группа посетит семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Специалисты напомнят родителям правила безопасности и проведут беседы с детьми. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. С этой недели на девяти площадках Анапы начали работу елочные базары, где можно приобрести не только зеленых красавиц, но и новогодние аксессуары и фрукты. В Анапе базары работают на улице Владимирская 184А, Симферопольская шоссе 35 и на пересечении улиц Ленина и Амелькова. Жители села Цыбана-Балка смогут купить зеленую красавицу на улице Садовой 43, а на территории села Витязева будут действовать две новогодние ярмарки на пересечении улиц Черноморской и Степной, а также по улице Горького 85. В селе Субсех елочный базар откроют на улице Советской в районе остановки Аэродромная и на улице Советской 29А, а в Гостогаевской в районе Станичного парка. Новогодние ярмарки работают ежедневно с 10 до 20 часов. Подготовка к предстоящим торжествам с каждым днем набирает обороты. Одна из приятных предновогодних хлопот – угощение для праздничного стола. Лучшие идеи предлагает фирменный магазин Абрау Дюрсо в Анапе. Подробнее в сюжете. Абрау Дюрсо – уже знакомый анапчанам магазин. В преддверии Нового года предлагает своим покупателям не только напитки, но и угощения к праздничному столу, подарочные наборы и сувениры. Здесь представлен большой ассортимент винодельческой продукции группы компаний Абрау Дюрсо. Любителям мясных продуктов придутся по вкусу деликатесы из оленины заповедного Крайнего Севера. Сырокопченые и сыровяленые колбасы по традиционной рецептуре северных народов. Отличный выбор авторских сыров. Брынза, рикотта, моцарелла, халуми, скаморца, мартин с перчиком чили, трюфелем, ароматными травами. Царица стола – осетровая икра от русского икорного дома. Чистый, деликатный вкус с маслянистым сливочно-ореховым оттенком порадует ценителей изысканных деликатесов. Детям и гостям, предпочитающим безалкогольные напитки, четыре воды Дюрсо с элегантным вкусом шампанского и газированный напиток на основе стопроцентного виноградного сока Абрау Джуниор. Также в магазине Абрау Дюрсо можно найти отличные идеи для подарков и сувениров на Новый год. Подарочные наборы, шоколад в форме шампанского, настенные часы, бокалы с гравировкой и не только. Отличный вариант для подарка под елочку родным и близким. Очень качественные, вкусные. Покупаем всегда. Приобретая продукцию, вы можете поучаствовать в лотерее. По случаю Нового года целый месяц мы дарим подарки с помощью нашей волшебной елочки. Проводим беспроигрышную лотерею, моментальный розыгрыш ценных призов из ассортимента фирменного магазина Абрау Дюрсо в Анапе. Для участия в акции нужно совершить покупку на сумму от 2,5 тысяч рублей до 15 января 2019 года. Благородные напитки и качественные продукты сегодня доступны каждому. Определиться с выбором всегда помогут в официальном представительстве Русского винного дома Абрау Дюрсо по адресу город Анапа, проспект Революции, 3. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова